Здарова, YouTube! Сегодня мы разберем тему с того, как начать играть и зарабатывать в Gods Unchain. Первым делом мы идем на сайт игры. Вот, мы видим основной сайт, godsunchain.com. Далее, нам надо нажать кнопку Play. Можно еще нажать кнопку Play Gods Unchain. Далее, мы вводим нашу почту и пароль. Регистрируем новый аккаунт, так сказать, если у вас его нет. Если у вас есть уже аккаунт в Gods Unchain, тогда можете промотать дальше. Все, мы ввели почту и пароль. Соглашаемся с пользовательским соглашением. Жмем далее и скачать. Тем самым мы регистрируем свой аккаунт и наша игра уже скачивается. С чего мы ее установим? Создаем свой никнейм. Никнейм у нас будет NatumTat. Реферальный код. Реферального кода у нас нету, поэтому мы идем дальше. Если вы хотите получать новости о игре на ваш почтовый ящик, ставьте галочку. А если не хотите, не ставьте ее. Жмем дальше. Нам нужно подтвердить наш аккаунт. Переходим в почту. Мы переходим в почту и нам приходит вот такое письмо. Нам нужно подтвердить аккаунт. Подтверждаем. И вуаля, наш аккаунт подтвержден. Теперь нам нужно установить игру. Но перед тем, как ее устанавливать, нам нужен кошелек MetaMask. Для этого вам нужен браузер Google Chrome или Mozilla. Ссылки на официальный сайт для скачивания будут в описании. А я покажу пример на хроме. Для этого мы нажимаем 3 точки, дополнительные инструменты, расширение. Нажимаем на 3 черточки с влевым верхнем углу. Открыть магазин Google. В поиске пишем MetaMask. Нажимаем установить расширение. Ссылка на MetaMask будет в описании. Все после того, как мы нажали установить расширение, оно само устанавливается. Для того, чтобы запустить MetaMask, нам нужно нажать на мозаику. У нас появился MetaMask. Нажимаем на кнопку рядом с MetaMask, чтобы он появился на быстром меню доступа. Потом нажимаем на саму иконку MetaMask. Жмем начало работы. Жмем я согласен. У нас нет кошелька. Создаем кошелек. Создаем пароль. Он должен быть из 8 символов подтверждаемого. То есть пишем его еще раз. И ставим галочку по прочтению условий. Жмем далее. Здесь появилась секретная фраза. Ее нужно будет сохранить. Либо в ваш блокнот записать ручкой. Либо записать заметку в ваш телефон. Либо же оставить Word или текстовый файл блокнот на вашем компьютере. Чтобы вы не забыли доступ от своего MetaMask. Это очень важно. Жмем на замочек, копируем. Секретную фразу. Сохраняем ее в блокнот. Жмем далее. Теперь восстанавливаем последовательность всех слов. Были у вас секретные фразы под замочком на этом дисплее. Все. Восстановили все последовательно. Жмем подтвердить. Поздравляю. Мы создали MetaMask. Нажимаем все выполнено. Теперь у нас есть кошелек MetaMask в сети Ethereum. Следующий шаг. Мы переходим опять на сайт God's Unchained. Теперь вместо того, чтобы регистрироваться, нажимаем кнопку Singin. То есть войти. У меня автоматом все заполнилось. Также вы заполняете вашу почту и ваш пароль, который вы вводили при регистрации. Логинитесь. Все. Поздравляю. Мы зашли на сайт God's Unchained. Дальше мы идем в Marriage Wallet. Сразу же появляется всплывающее окно MetaMask. Жмем далее. Нажмем подключить. И добавляем кошелек в God's Unchained. Нажимаем сюда на плюсик. Опять подписываем. Все. Мы присоединили наш кошелек к аккаунту. Теперь нам нужно создать сети MutableX. Нажимаем на LinkWalletX. Нажмем MetaMask далее. Подключить. Get Started. Далее. Подключить. Sing. Подписать. Setup Key. Подписать. Все. Теперь у нас наш аккаунт подключен к сети MutableX. Мы можем теперь получать наши награды за Daily Play to Earn, который мы будем получать в будущем. Следующий шаг. Нам нужно на токен Трофе подключить наш кошелек. Токен Трофе это площадка для продажи и покупки карт. Это также очень удобный сервис для этих самых дел. Хоть и тут большие комиссии в 9% с метеоритных карт. С продажи метеоритных карт вы платите комиссию 9% в сумме. Подключаете. Нажимаем Connect Wallet. Метамаск. Далее. Подключить. Все. Наш аккаунт подключен. Видим, что у нас нету эфириумов. Есть только номер кошелька. Чтобы купить тут какую-то карту, вы либо должны пополнить кошелек эфириума. Не в метамаске. Вот. Не в метамаске, а именно в сети и MutableX. То есть эфириум второй уровень. Во втором уровне эфириума. Следующий шаг. Устанавливаем игру. Заходим в загрузки. Нажимаем запустить. Загрузка запустить. Идет установка. Все. У нас установлена игра. Далее пишем логин и пароль, которые мы регистрировались. Входим в игру. Нажимаем Login. Проходим капчу обязательно. Это очень важно, чтобы боты сами не логинились и не заходили. Нам надо выбрать лодки. Выбираем лодки. Жмем подтвердить. И вуаля. Мы в игре. Мы попадаем в лаунчер. Тут мы видим основное поле. Новости игры справа. Ранкет игру слева. Соло игру, когда ты можешь со своей колодой сражаться. И также Direct Challenge. То есть ты можешь выбрать свою колоду. Писать сюда код. Какой-нибудь обычный. Например, три единички. И нажать Start. И твой друг тоже выберет колоду. Ты ему скажешь этот код. Тоже нажмет Start. И вы попадете друг с другом. Против в режиме игры. То есть вы сможете играть со своими друзьями, если вы знаете один и тот же код. И это все находится в вкладке Arena. То есть новости справа. Вот ваш никнейм. Ваш уровень, за который вы получаете паки курсета. Вкладка Daily Play to Earn. О ней я расскажу в следующих видео. Ранкет, который находится слева. Ваш никнейм. И ваш уровень еще справа дублируется. Количество ваших флюксов. И синих звездочек, которые вам пригодятся в будущем. И это все находится на вкладке Arena. Вторая вкладка магазин. Тут можно купить и продать карты метеоритного качества выше на площадке Mutable X. С помощью кнопки Buy and Sell. А также в магазине Star Store вы можете купить карты плейн качества из корсета и метеоритного качества из велкам сета. Получайте голубые звезды за победу в ранкетных играх. Следующая вкладка коллекции. Тут можно увидеть все свои карты. А также NFT косметические столы. Вот все столы, которые есть в игре. Они все недоступны, потому что их надо купить на площадке OpenSea. Но в скором времени их можно будет купить на втором уровне эфириума. Далее мы видим тринкеты. Это слева и справа расположены объекты от вашего героя. И все. И в будущем будут эмоуты. То есть в игре вы сможете нажать на эмоции и добавить какие-то покупные эмоции из магазина. Далее вкладка Workshop. Тут можно выбрать как стандартные колоды из велкам сета, так и возможность создать собственные колоды. Но и можно импортировать код колоды с сайта GoodEx. Или присланные коды вашими друзьями с помощью кнопки Import Deck. Нажимаете Import Deck и вставляете сюда код колоды, которые вам прислали. Например, вы собрали колоду. Нажимаете шародек. У вас появился код. Копируете. Нажимаете кнопку копировать. Возвращаетесь. Нажимаете Import Deck. Нажимаете кнопку Control. И V английская, M русская. Не отпуская кнопку Control. Все. Мы импортировали колоду. Нажимаем кнопку Import. Мы появляемся в поле с колодой. Это Welcome колода. Тут нет ничего особо интересного. Потом об этом все разберемся. Далее идет кузница. Forge. Тут можно крафтить карты из плейн качества в метеоритный. И метеоритный в Shadow. Из Shadow в Gold и из Gold в Diamant. Для каждого преобразования нужны карты и монеты Готс. Подробнее будет отдельное видео. И флаксы, которые мы получаем за победу в ранкете. Убираем кошелек. Видим, что нам нечего форжить. У нас пока еще нет этих карточек. Шестая вкладка. Open Pack. Самая приятная кнопка. Потому что мы ее нажимаем, чтобы открыть наши паки. В которых есть карты, помогающие нам поднять ранг. Делающие нам приятно. И которые иногда можно даже продать. Следующая кнопка покупки паков. Она нас переносит на сайт GodsOnChain. Где мы можем купить сеты. Сет Mortal Judgment. Рар качества эпического качества. Пак легендарного iShine. То есть нам нужен наш кошелек в эфириуме 2.0. То есть на втором уровне эфириума. Также мы можем выбрать монеты как Готс, МЮТОБЛХ, ЭФИРИУМ и ЕСДЦ. Соответственно все конвертируются в текущие суммы. Если пак стоит 2 доллара, то Готсов надо 6 и 6. Чтобы купить один рарный пак. Следующая вкладка Learn. Тут разработчики выкладывают в своем блоге все новости как о картах. Часто задаваем вопросы. Лор, который есть в игре о каждом боге. Блог, который они ведут, где есть новости о багах игры. О изменениях в балансе. О апах карт. О нерфах карт. О добавлении новых карт. Убирании старых. И всему подобное. Гайды, которые они записывают по этой игре. И так далее. Далее я расскажу вам о геймплей игры в рейтинговой системе. Создаем колоду. Нажимаем. Создать колоду. Выберите колоду. Создаем свою колоду. Выбираем бога войны воина. Начинаем с. Самых низких карт. Которые стоят 1 мана. Добавляем. Болтов. Витцерус рент. Вангуардов. Вайлдхогов. Дальше идем на карты за 2 маны. Добавляем хантерк. Баррикадки. 2 топора. И пассейн мессенджер. Тоже 2. Далее карты за 3 маны идут. Убираем 2 хант варденки. Потом. Рейд ревьювала. Кол армс. 2 штуки. Идем за 4 маны карты. За 4 маны амазонки берем 2 штуки. За 5 маны берем пиво 1. Оверпруф брю. Плейм колер 1. И. Дум колер 1. За 6 маны. Мы возьмем. мускула. И за 7 маны. Возьмем. Джиггернаута. За 8 маны. Возьмем. Дракона. Вот у нас получилась колода. Которую мы будем играть. В ранкеде. Нажимаем play. Ожидаем пока. Нам найдется противник. Пошел таймер. Вот. Нам нашелся противник. Теперь у нас загрузочный экран. Тут. У нас идет. Обратный отчет по времени. У нас есть 3 минуты. На то чтобы загрузились мы. И загрузился наш противник. Как мы вдвоем. У нас вдвоем прогружаются столы. Колоды. И все нужные моменты для игры. То. Мы попадаем на следующую стадию. Вот. Мы загрузились. Попадаем на выбор. Обилки. Так как мы играем на варе с велком колодой. Мы выбираем слейер. Но расскажу о двух других. Первая обилка. Ренейдж. Она стоит 1 ману. Дает 1 силу. И. Наносит 1 урон. Одному из ваших существ. Слейер. Наносит 2 урона. Вашему богу оппонента. То есть вашему оппоненту в лицо. И валька. Присенс. Стоит 2 маны. Вызывает викинга. 1-1. Мы берем слейер. Мы ходим первые. Вот у нас написано. Мы ходим первые. Дальше мы перемещаемся на. Так называемый мулиган. Где нам нужно выбрать карты. Которые. Которыми мы будем начинать игру. Нам нужны существа. Чтобы захватить стол. Отлично. У нас есть вайлд хок. Их 2 хантерки. Оставляем. Такой мулиган. И. Начинаем выставлять существ. После этого цель. Номер 1 в игре. Это снизить здоровье противника до нуля. Это можно сделать. Либо же ударами существ в лицо. Либо. Нанесением урона через способность. Или же. Просто. Если ваш враг сдастся. У него тоже здоровье снизится до нуля. Вот мы видим пример. У нас 23 здоровья. У нашего противника осталось одно здоровье. Чтобы его победить. Мы его добиваем. У него здоровье падает до нуля. Мы выигрываем. Нажимаем кнопку продолжить. И мы появляемся в главном меню. После победы. Нам начисляют. Опыт за нашу игру. Далее мы получаем. Паки. Суперновую. За которые нам дают. Звездочки. В синий. С помощью которых мы можем покупать карты в магазине. И флаксы. Они нужны нам для того, чтобы совмещать карты. Из 2 плейн карты. Корсета. Или больше. В. Одну карту. Что бы вы видели как это происходит. Из этого пака нам дадут карточки плейн качества. Вот карточки плейн качества. Но уже сет. Не. Велком. А корсет. Мы видим это по вот этому значку. Все. Нам досталась одна карта рарного качества. Синий значок в углу. И 4 карты камонки. Камон качества. Так же. Мы видим наш прогресс по пакам. За какой уровень мы будем получать сколько паков. Плюс. Чтобы зарабатывать в Гоц анчейн. Появился новый ивент. Дейли плейн эрн. Нажимаем сюда. И мы видим что заработали 14 фрагментов. Которые нам дают почти 1 десятую Гоца. Чем выше мы будем в ранге. Чем лучше у нас будет колода. Желательно чтобы она была полностью метеоритом качества. Тем больше мы будем получать фрагменты. И больше получать Гоцов. Таким образом можно ежедневно играть. И зарабатывать в игру Гоц анчейн. Все зависит от вашего упорства. Качества вашей колоды. И вашего ранга. Всем спасибо. С вами был на Томпотат. Ставьте лайки. И подписывайтесь на канал.